Большое спасибо за приглашение и возможность представить вам результаты наших подходов к фармако-экономической оценке препаратов, применяемых в онкологии, в онкогематологии. И наша сегодняшняя презентация, которую мы показываем в принципе первый раз, посвящена переосмыслению того, как лучше провести более адекватно и корректно, провести фармако-экономическую оценку для принципиально новых препаратов, которые предлагает современная фармакология. Данный сайт показывает эволюцию подхода в лечении рака и цель ее, конечно, не в том, чтобы напомнить вам, как это происходило, а сказать о том, что с изменением характера проводимой терапии меняются и экономические подходы к ее оценке. Если совсем недавно мы говорили о том, что появилась таргетная терапия, которая обладает целевым воздействием на патогенезы заболеваний, на лечение заболеваний, и мы говорили о том, что это достаточно дорогие препараты, и как лучше рассчитать стоимость эффекта от этой терапии, как лучше рассчитать возможность рационального использования бюджета, то сейчас появляются препараты совершенно нового класса, иммуно-онкологические препараты, с своей особенностью действия и, как мы предполагаем, с соответствующим изменением стоимости. И, соответственно, это накладывает на специалистов, которые проводят оценку бюджета, определенные обязательства по поводу того, как правильнее производить также экономическую оценку. И в этой аудитории, наверное, нужно показывать эти слайды, которые говорят о достижениях иммуно-онкологии, в чем особенность иммуно-онкологических препаратов. Ну, может быть, здесь есть организаторы здравоохранения, которые не совсем в курсе этой темы. Для них представлены эти слайды. Итак, немножко о появлении препаратов, которые относятся к иммуно-онкологическим препаратам. Первая подача… нужно сказать, что эта тема начала развиваться совсем недавно. И вот первая подача на регистрацию была в 2010 году, препарат эпилиумаб. Затем в 2011-2012 году он получил одобрение в Соединенных Штатах и в Евросоюзе. Затем, вы видите, пошли заявки на регистрацию. И достаточно быстрое одобрение со стороны регуляторных органов других препаратов этой группы и их комбинаций. И, в принципе, поскольку прошло уже, можно сказать, что 5 лет, то вопросы включения этих препаратов в государственные программы финансирования, они, конечно, волнуют всех. И держателей бюджета, и специалистов практического здравоохранения, и, конечно же, в первую очередь, пациентов. Ну, немножко вообще, немножко рассуждения о том, почему нужно проводить экономическую оценку и насколько она сложна, и почему это сложно сделать. Вот данный слайд показывает количество одобренных FDA и лекарственных средств. Почему FDA? Потому что, если государственный реестр Российской Федерации насчитывает по разным оценкам 28, 29, 30 тысяч позиций в государственном реестре, то в Соединенных Штатах это порядка 100 тысяч позиций. То есть мы говорим о том, что там представлен практически весь спектр препаратов. Вы увидите, что порядка тысяч препаратов было зарегистрировано с 1980 года в Соединенных Штатах. Но вот если взять… Не всегда всё происходит гладко. Вот мы посмотрели такое заболевание, как меланома, и посмотрели в динамике с 1998 года, сколько препаратов было заявлено к исследованиям, и сколько из них получила регистрация. Вот обратите внимание, из 103 препаратов, которые были в разработке с 1998 по 2014 год, 96 препаратам было отказано в регистрации, либо их исследование было прекращено. То есть количество удачных молекул было всего 7. Соответственно, вот такие факторы, они приводят к тому, что стоимость этих исследований очень существенно растёт, постоянно растёт. И это… Почему нас это волнует? Потому что это сказывается на цене препарата, который, естественно, растёт тоже. И вот немножко плохо видно цветовое разрешение. Просто хотела показать, что фармакоэкономика рассчитывает стоимость результата лечения. Не курсовую стоимость препарата, а стоимость результата лечения. И при оценке стоимости результата лечения цена – это только одна составляющая. Вторая важная составляющая – это эффективность. И вот если мы говорим вот здесь, мы видим дополнительную эффективность, здесь должна была бы быть показана вот эта кривая выживаемости в среднем при использовании иммуно-онкологических препаратов. Здесь как бы инновационная таргетная терапия, здесь рутинная, традиционная, применявшаяся до этого терапия. То мы видим вот этот вот колоссальный плюс, который с точки зрения именно оценки технологий здравоохранения предполагает оценку ценности, эффективности полученного результата. А для пациентов, конечно, эта проблема основная – это повышение доступности этой группы препаратов. В чем особенность оценки, фармакоэкономической оценки в отношении иммуно-онкологических препаратов? Вот данная кривая показывает распределение пациентов по доле выжившихся в течение времени. Вот вы видите, если бы мы считали критерии, в качестве критерии эффективности взяли, например, медиану общей выживаемости, то получилось бы, что она составила бы 1,4 месяца. Трехлетняя выжившая – 1,4 месяца. Но ситуация заключается в том, что характер распределения совершенно разный до этой точки. 20% пациентов будут жить гораздо дольше, и для них медиана выживаемости будет не один с месяцев. Если мы будем проводить оценку затраты эффективности, то окажется, что для этой группы пациентов этот критерий будет гораздо лучше, чем для этой группы пациентов. И если мы в среднем, усредним и возьмем средний показатель, то мы получим не очень хороший результат, который ограничит доступность этих препаратов вот для этой группы пациентов, для которых эффективность гораздо выше. В связи с этим, брать тот классический прием, классический подход фармакоэкономического анализа, когда мы считаем средний показатель эффективности на всю публикацию пациентов, он неприемлем в данной ситуации. Либо, как сказать, неприемлем, он приведет к тому, что мы не покажем всю перспективность этих препаратов для современного здравоохранения и фактически ограничим доступность к инновационной терапии той группе пациентов, для которых это окажется наиболее приемлемым. Почему мы можем так вот достаточно уверенно об этом говорить? Мы проводим фармакоэкономические исследования уже на регулярной основе с 2005 года и провели более 10 исследований в онкогематологии только. И мы можем уже сформулировать определенные методические подходы при проведении исследований, которые касаются отдельных нозологий, отдельных групп препаратов, применительно к условиям Российской Федерации. И проанализировав все, что мы делали для этого, мы все-таки считаем, что в отношении этой группы препаратов, для которых эффективность для различных групп пациентов, она различна, использовать стандартные методы оценки было бы не совсем, наверное, правильным. Итак, в чем особенности фармакоэкономической оценки технологий здравоохранения в иммуноонкологии? Во-первых, классическая методология приведет к недооценке ценностей инновационных технологий, то, о чем мы с вами уже говорили. Значительная часть пациентов остается живыми к окончанию клинических исследований. Это создает трудности в оценке эффективности, основанной на выживаемости пациентов. Отсутствие установленной связи между конечными и суррогатными точками в иммуноонкологии. И, как мы уже с вами видели, то этого слайда, который показывал выход новых препаратов, регистрацию новых препаратов иммуноонкологических в Соединенных Штатах и в Евросоюзе, что регуляторы зачастую отобряют эти новые препараты на основе ранних и менее убедительных данных для того, чтобы обеспечить более быстрый выход препаратов в практическое здравоохранение. Менее известные побочные эффекты приводят к сложности прогнозирования в рамках анализа риск-польза. Ну и, конечно, требования общества и пациентов обеспечить более быстрый доступ к новым препаратам и новым технологиям, потому что они действительно оказывают колоссальное воздействие на выживаемость. Идет постоянное давление на плательщиков и специалистов. С другой стороны, идет постоянное давление на плательщиков и специалистов в здравоохранении по сдерживанию роста затрат, особенно в онкологии. Многие из вас, наверное, знакомы с этими публикациями, которые постоянно появляются и в нашей прессе. Были в прошлом году и в Нью-Йорк Таймс, и во Франции. И даже одной из повесток из саммита G7 было обсуждение необходимости переговоров с фармацевтическими компаниями по поводу снижения цены. Все, весь этот неоднозначный комплекс вопросов говорит о том, что экономическая оценка должна проводиться очень корректно, очень аккуратно и очень тщательно. И когда мы говорим о ценности этих новых подходов, новых технологий, новых препаратов, то мы должны учитывать целый ряд факторов. Во-первых, хорошо бы знать эффективность реальной клинической практики. Мы должны учитывать ту пользу, которую приносит пациентам данное лечение. Это качество жизни, приверженность к лечению, удовлетворенность лечением, долгосрочная безопасность и выживаемость. Время болезни хорошо бы представляет себе структуру экономики того или иной нозологии. И вот к чему бы мне хотелось остановиться более подробно, о чем мы фокусируемся, это относительная ценность. Сравнение относительной ценности, улучшение выживаемости и затрат на терапию различных групп лекарственных средств, применяемых в онкологии. В настоящее время медицина апеллирует большим классом препаратов в различных нозологиях, даже в онкологии при различных заболеваниях. И мы имеем различные результаты фармакоэкономической оценки, которые, например, показывают нам результаты сравнения затрат стоимости, затрат эффективности с использованием различных критериев, с использованием различных моделей пациентов. И когда мы определяем приоритеты финансирования, плательщики определяют приоритеты финансирования, они вынуждены оперировать массивом разнородных данных, которые не позволяют сформировать целостную картину, чтобы понять, насколько это приемлемо или нет, насколько данное отношение приемлемо среди всех остальных финансируемых нозологий. И в принципе в связи с этим возник такой подход, анализ относительной ценности. Он впервые был предложен, модель была разработана исследователями такой компанией, исследовательской компании, как Paroxelz. Что они сделали? Они очень просто сделали. Они взяли эффективность различных препаратов при различных нозологиях, и те критерии эффективности самые разные, общая выживаемость, медиана выживаемости, и соотнесли их с затратами лечения. Мы получили вот такую как бы среднюю линию, тренд. Тренд, который показывает, сколько стоит единица эффективности. Все, что выше вот этой линии тренда, это как бы выше затраты на единицу эффективности, они более целесо... Как вам сказать, как выразить это? Вот этот тренд показывает среднюю стоимость единицы эффективности. Все, что выше, значит, эффективность стоит ниже. Все, что ниже этой линии, значит, это за пределами средней стоимости единицы эффективности. Единица эффективности стоит больше. Вот на данном слайде представлены как бы затраты и стоимость по различным нозологиям. Все, мы взяли эту модель, эти данные, и пересчитали ее на российскую действительность. А те препараты, которые есть в Российской Федерации. Это исследование мы пока еще не закончили, только начинаем. Вот видите, данные как бы точки будут показывать, где находится стоимость средней общей выживаемости в месяцах для различных групп препаратов при различных нозологиях и линейных терапии. Я вам все их покажу. Просто для того показать, сколько мы пересчитали. И вот получается, что по этой методике, по анализу, относительные ценности, показатели общей выживаемости. Вот затраты на эти препараты, они как бы ниже средней линии тренда. По эффективности. Не курсовая стоимость, а сколько стоит эффективность. Вот эффективность высокая. Здесь эффективность гораздо ниже при одной и той же цене. Вот здесь у нас затраты, здесь эффективность. Чем выше находится препарат, тем выше его эффективность. При одной и той же цене, естественно, вот мы, например, платим за такую эффективность, за низкую эффективность цену, сопоставимую с такой, которую мы платим, вот, например, за такую эффективность. Этот метод, который мы сделали первое только исследование по данной технологии, и мы посчитали, в том числе, все затраты, связанные с относительной ценностью лечения меланомы по различным препаратам. И на следующем, я надеюсь, на следующем конгрессе, после того, как, вот, например, по данному препарату будет зарегистрирована цена, мы сможем произвести более точные расчеты. Метод очень интересный. Он позволяет сравнить между собой различные препараты не только в рамках одной нозологии, но и в рамках различных нозологий. Конечно, это относительный метод, но он дает приблизительную картину тем лицам, которые принимают решение, при включении препарата в региональный перечень, в региональные программы, дорого или нет этот препарат, с точки зрения его эффективности, по сравнению с теми нозологиями, которые есть. Можно свет выключить, пожалуйста, что-то делать? Ну и, как вы видели, что, конечно, это дорого. И всегда встает вопрос, за счет чего финансировать инновационные препараты? Мы можем сказать, что здесь, в принципе, существует два подхода. Один подход инновационный, когда мы говорим о том, что сколько нам дополнительно нужно бюджета для того, чтобы достичь определенных результатов при лечении такими инновационными препаратами. Другой подход, который чаще реализуется, используется и более распространен, это оптимизационный подход. Оптимизационный подход говорит о том, как распределить имеющийся бюджет между теми потребностями, которые есть. Государство говорит, что больше бюджета нет. Вот мы дали столько денег, вот как хотите распределять. За счет чего? И мы говорим о том, что, конечно, экономить за счет инновационных препаратов – это самое плохое решение, потому что инновации фактически продляют жизнь пациентов. И мы говорим о том, что если мы ограничим доступ к инновациям, то фактически мы должны сказать, что та ситуация, которая есть, нас устраивает, и мы больше не хотим увеличивать продолжительность жизни. Так, грубо говоря. Экономить, конечно, как мы считаем, можно за счет выхода дженериков, за счет более широкого использования дженериков, за счет тех препаратов, в отношении которых заканчивает срок патентной защиты. И поэтому при прогнозировании возможности бюджета мы используем такой подход, как оцениваем динамику выхода дженериков в отношении препаратов, в отношении которых заканчивает срок патентной защиты, и изменение, расчетное изменение цены, которое при этом может произойти. Вот мы посмотрели список онкологических лекарственных препаратов, зарегистрированных в Российской Федерации с течением срока патентной защиты до 2020 года. И, зная определенные тренды, по данным компаниям S-Health, сколько денег тратится сейчас на онкологические препараты, какой бюджет на текущие закупки препаратов, и как он может измениться с учетом тренда выхода дженериков. И вы знаете, что сейчас дженерик должен быть на 20% ниже, чем оригинальный препарат. Но, в принципе, мы можем взять динамику изменения аукционных центров дженерики, которые у нас есть. За 5 лет мы можем спрогнозировать экономию бюджета за счет выхода дженериков препаратов. На самом деле, вот она здесь показана, и эти ресурсы можно направить на закупку инновационных препаратов при условии, что бюджет, например, будет лимитирован. Мы проводили такие расчеты на протяжении последних трех лет для препаратов, которые входит в программу семейной зоологии. И в этом году мы впервые провели валидацию тех результатов прогнозных, которых мы получали с реальными ценами, которые прошли по аукционам, и оказалось, что наши расчеты даже были занижены процентов на 20-30 по сравнению с той ситуацией, по которой реально сыгрались аукционы. Поэтому мы говорим о том, что резервы для инновационных технологий рынка онкологических препаратов при условии, что бюджет не будет на них увеличиваться, как раз лежат в области экономии бюджета за счет выхода дженериков и снижения цен на дженериковые препараты. Спасибо за внимание. Вопросы есть у кого-то, уважаемые коллеги? У меня тут есть электронный адрес. Если будут вопросы попозже, пожалуйста, вы можете написать. Если мы сможем на них ответить, мы ответим. Если нет, будем думать вместе с вами. Уважаемые коллеги, есть вопросы все-таки или нет? Пока. Можно я один вопрос вам задам? Роза Смайловна, вот график, где было красное и зеленое по эффективности препаратов, это рассчитано для российского рынка или это расчеты сделаны для какого-то другого рынка? Критерии эффективности, они одинаковые, да? Выживаемость расчета для российского рынка, российские цены. Для российского. Спасибо. Есть еще вопросы? Скажите, пожалуйста, вот расчеты, которые по цене меня интересуют, эффективность, она единственная. А вот стоимость препарата, она для разных субъектов может быть разной. Допустим, есть территории в Российской Федерации, которые по определенным препаратам играют контракты семилетние, и у них стоимость препарата будет в сравнении с субъектом, который годичный играет договор, она будет выше. Вы не осматривали, что вы упомянули про семенозологию, как было внесение в перечень препаратов по семенозологию относительно год жизни на миллион рублей. Поэтому сформировалась семенозология. Вот здесь учитывалась вариация, или вы взяли в цену по вопросу? Спасибо за вопрос. Но если вы мне скажете, в каком субъекте на семь лет сыграли аукцион, договор заключили? Было бы интересно узнать. Да, нам всем будет интересно. Вот президиум тоже заинтересовался. А сколько я знаю, сейчас обсуждаются трехлетние контракты, пока еще они не заключены. Нет, трехлетние уже есть. Контракты, Пермский край заключает трехлетние контракты. За счет бюджета Пермского края? Ну, мы как учреждение, он как дистанция заключает. Вот, нет, на семь лет, как бы, я знаю, что рассматривался такой вопрос, но там и цена будет другая. Но у нас вот с трех лет, допустим, есть меньше цена. Я вот поэтому и спрашиваю, как бы. Вот, потому что я увидел, что там есть... Слушай, я отвечу на ваш вопрос. Да, 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 спасибо. На самом деле сейчас нормативная база прорабатывается для заключения трехлетних контрактов на уровне, в самом высоком уровне. Поэтому трехлетние контракты еще только обсуждаются. Там есть масса нюансов, они еще не вошли. Семилетних, даже речи не идет о том, чтобы заключать семилетние контракты. По поводу цены. Конечно, если мы говорим о региональном бюджете, и когда мы строим модели, анализ влияния на бюджет регионоспецифичной модели, мы закладываем возможность внесения туда аукционных цен, тех цен, по которым закуплены препараты в каждом конкретном регионе. Вы сами можете это делать. Когда мы делаем данные в среднем по Российской Федерации, то мы цены на препараты, входящие в перечень ЖНВЛП, стараемся брать те цены, которые зарегистрированы в перечне ЖНВЛП, среднероссийские цены, а те препараты, по которым нет фиксированных цен, поскольку не все ЖНВЛП, конечно, мы берем аукционные цены, и при этом мы указываем источник, откуда мы взяли эту цену. Модель позволяет пересчитать при появлении другой цены результат, но могу вам сказать, что в отношении вот этой группы препаратов вы не найдете слишком уж огромного разброса цен, поскольку это не те препараты, в отношении которых цена меняется так сильно. – Скажите, Минздрав при регистрации препаратов и все прочее учитывает вот ваши вот эти вот разработки? – Минздрав обязан учитывать такие разработки в рамках досье, которые подаются на внесение препаратов в перечне государства. – Перечень. – Как вам сказать, представление фармакоэкономических данных является обязательным, но, конечно, на включение препаратов в перечне влияет масса факторов, и фармакоэкономик только один из них. – Ну это новый подход, который вы показали, первый раз новый подход, конечно, он вызывает много вопросов, мы будем над ним дальше работать. – Нет, как раз очень хорошо и все понятно. У меня единственное что, зачем мы терпим тогда те препараты, которые у вас идут по нижней линии, отмечены по эффективности, ну а пацана тут… – Вы знаете как, это же все-таки общая картина, да, всегда бывают нюансы. Для какого-то пациента нужно, например, препарат, а потом есть масса ситуаций, наверное, не только в онкологии, когда на такой вопрос трудно ответить. – Понятно. – Спасибо. – Спасибо большое. Спасибо, Роза Исмаиловна. – Спасибо, Роза Исмаиловна. – Спасибо, Роза Исмаиловна. Продолжение следует...